китайская концепция здоровья напрямую связана с понятием тела китайской традиции но не того тела которое мы понимаем в европейской традиции в западном лексиконе а то что означает обозначается китайским понятием шэнь шэнь который действительно по словарям переводится как тело телесная оболочка противопоставляется понятию синь сердца душа или комплекс психических свойств собственно говоря говоря о и рассуждая о понятии здоровья китайцы говорят о дзеншэн то есть налаживание физической оболочки которая в свою очередь влияет и на психические свойства человека как следствие китай в древности и по современный момент не рассматривает болезнь как некое заболевание то есть скажем некое заражение тела а рассматривает как дисбаланс различных функций различных энергий в организме то есть по сути дела шэнь это та персона говоря скажем греческими понятиями которые в конечном счете отомрет после физического физической смерти человека и собственно говоря смерть понимается как избавление от тела это дословный перевод известного китайского термина то есть тело должно отслужить свою функцию и тело само по себе важно только с одной точки зрения тело позволяет человеку приобрести некоторый опыт физических переживаний страданий преодоления деторождения которые нельзя приобрести исключение через психические свойства но при этом само по себе тело должно умереть и само по себе понятие здоровья тела это создание комфортной ситуации для тела чтобы она как можно дольше выполняла свои функции и так сказать не сбивалась в том чем занимается и вот эта концепция концепция регулирования энергии в теле она развивалась как минимум с 7 6 7 веков до нашей эры хотя естественно первые записи появились об этом значительно раньше и она заметно трансформировалась в основном в науке широко обсуждается китайская концепция чудесных меридианов 12 меридианов концепция активных точек но это поздняя концепция эта концепция активно появляется лишь в девятом десятых веках нашей эры первичная концепция была более примитивной и скажем более рассматривала тело более обобщенно абсолютно точные сведения о том что такая концепция существовала мы получаем уже с четвертых третьих веков до нашей эры и она была представлена различными текстами различными короткими высказываниями которые потом вошли в известный канон который стал называться каноном а внутренним желтого императора хуанди най-дин и сегодня он является во многом такой настольной книгой китайской медицины именно из нее черпаются многие рецепты которые применяют сегодня китайские врачи именно на ее основе например делаются многие китайские рецепты которые сегодня продаются в магазинах как средства от опыта для общего оздоровления но в любом случае все опирается на регулирование трех начал если мы посмотрим какие-то начала мы сразу поймем что такое концептуальность здоровья в китае есть два физических начала то есть непосредственно связанных с телом человека это универсальное начало тси который обычно переводится как энергия это квазиматериальная субстанция которая формирует и весь мир и человека и все что его окружает и собственно тси получается из человек выбирает его из двух источников первый источник это дыхание то есть дыхание и второй источник это питание как следствие получается два начала которые следует регулировать это начало дыхательное отсюда же весь комплекс дыхательных упражнений в китае второе начало это питательное отсюда же китайская диетология который никак не связан например со многими представлениями о китайской диетологии которые сегодня оперируют скажем западные традиции например вегетарианство это в китае было никак не связано с напитыванием человека этим тси за счет напитывания тси человек гармонизирует свой внутренний начал это есть понятие ха тси то есть приведение своего тси в гармонию с тси окружающего мира отец же целый ряд рецептур которые говорят о том что например в период больших холодов нельзя пить очень горячего тогда получается внутри человека сильное присутствие начало ян снаружи сильное присутствие начало и не наоборот в жару нельзя пить очень холодного то есть проще говоря до сих пор многие китайские врачеватели говорят что жару нельзя есть мороженое наоборот надо пить чуть теплый чай таким образом не происходит балансировка вот этого начала тси но тси универсальное начало есть чисто человеческое начало которое присутствует только в человеке она именуется дзин и обычно мы его переводим как семя это действительно семя то есть это то 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 начало та сперма которая порождают человека человек это дзин это семя в зародыше и она помещая уже в третьем четвертых веках возникает концепция что дзин размещается в нижней части тела человека в его дантянь дзин напитывает и порождает человека причем ранние концепции говорили что этим семьям обладают и мужчины и женщины чуть позже возникает разделение в средние века когда мужчина обладает дзин семенем а женщина обладает се то есть кровью но суть одна и та же тси во время дыхательных упражнений соединяется с дзин и как бы подхватывает его вот эта смесь дзин и тси начинает циркулировать по каналам человека это обычно называется дзин си то есть как бы утонченная или рафинированная ци главный вопрос здесь болезнь возникает тогда когда эта субстанция не может пройти по всем каналам по всем меридианам образуются закупорки или заставы гуань которых обычно рассматриваются три основных на уровне поясницы на уровне 6 7 спинного позвонка и на уровне затылка называется юйджен нефритовая подушка они эти заставы образуются не только из-за скажем неправильного позиции неправильной позиции тела человека но если человек понервничал если изменилась погода то есть нету большой разницы между физическим и психическим воздействием человека и например эмоциональным если есть закупорки это в субстанция не может пройти и возникает как таковая болезнь болезнь возникает не только потому что возникает называется фуань то есть завихрение возникает болезнь из-за того что не эта субстанция не может пройти верхнюю часть человека то есть в голову верхний дантянь и там соединиться с высшей духовной субстанцией с духом шэнь это третье начало таким образом ци дин и шэнь образуют священную оздоровительную триаду по-китайски также называется сань цхай то есть три драгоценности и как раз соединение этих трех субстанций и обозначает просветление духа мин шэнь то есть в этом плане здоровья является не просто физическим здоровьем человека а является его просветлением то есть освобождением от в буддизме это рассматривается как освобождение от страстей от желаний навязчивых в даосизме в основном речь идет о обретении долголетия и бессмертия то есть когда человек не зависит от своего физического тела ци дин и шэнь одновременно в даосизме рассматриваются как три небесных души семь земных душ после смерти человека уходят в землю это есть его смертью физической оболочки а три небесных души они остаются и могут если при необходимости или при развитии определенных психических способностей как считает даосизм переселяться в тела других людей это и собственно бессмертие а могут находиться просто в таком субстантивированном состоянии за пределы например как часто изображается они сидят эти три души в виде трех божеств рассевшись по горам и беседуют друг с другом и наблюдают за людьми вот в принципе вся китайская медицина или то что мы называем медициной направлен на то чтобы расчистить прочистить каналы человека для циркуляции вот этих энергий но здесь есть одна очень важная вещь которая возникает например в работах девятых десятых веков нашей эры у известных китайских медиков это многообразие способов регуляции в зависимости от внешних факторов то есть нет никакого способа лечения универсального например есть только способ лечения в зависимости от времени суток от времени года от возраста человека от того мужчины это или женщин то есть по сути дела есть определенная схематология лечения которая от которой и зависит регулирование этого типа энергии поэтому например в традиционных китайских школах нет и как сегодня не появляется например универсальных способов лечения той или иной болезни или например универсальных способов иглоукалывания вот иглоукалывание рассматривается как один из способов регулирования здоровья всего рассматривается четыре этапа регулирования самый простой это регулирование через дыхательные упражнения которым должен заниматься каждый человек на боли при более сложном заболевании это регулирование через массаж это массаж аньмо то есть за счет нажатий на разные точки тела открываются каналы или закрываются третий более высокий этап это иглоукалывание то есть когда игла вонзается вторгается в тело человека и наконец четвертый этап это лечение травами или фитотерапия которые считаются сильным воздействием его через эти этапы нельзя перепрыгивать потому что иначе энергия либо восполняется или наоборот угнетается слишком активно поэтому вот многие современные точнее традиционные китайские медики которые живут в нашем в наше время они критикуют и есть целый ряд трудов критики западных методов использования китайской медицины когда при каждой болезни прописывается иглоукалывание то есть когда возникает слишком мощное воздействие в целом регулирование базируется на нескольких позициях первая позиция описанная скажем еще в трактате хуан дин и дин это регулирование по открытию этих застав больших и малых и в данном случае иногда регулирование происходит за счет либо правильной позиции тела чтобы человек например держал правильно спину правильно двигался оно может происходить за счет правильного образа жизни или особой китайской гигиены жизни общение или не общение с какими-то людьми сексуальной практике или наоборот ее угнетение подбора правильного партнера чуть позже уже в пятом шестых веках возникает концепция каналов которые необходимо использовать то есть ти движется не вообще по телу а по 12 основным каналам есть несколько так коллатеральных каналов причем концепция каналов многократно менялась и не было изначально какой-то единой то есть вот те 12 каналов которые сегодня часто изображаются на различных картинках это довольно поздняя концепция она возникла приблизительно в 17 веке при этом изначально рассматривались каналы как некие концептуальные общие схемы без рисунков прохождение ти и дин по организму рассматривались лишь два основных канала это жань май и думай соответственно передняя средина и задняя средина беретяны которые как бы опоясывали человека вот это очищение через энергию и было являлось здоровьем но здесь возникает в самый важный пожалуй момент чтобы само по себе болезнь является сочетанием самых разных факторов и если у человека у какого-то что-то болит например у него простуда или кашель или головная боль у одного человека может вызываться одними факторами одними закупорками у другого человека другими закупорками как следствие одни так сказать одна и та же болезнь она может вызываться абсолютно разными закупорками в разных частях тела и соответственно индивидуально рассматривать где у какого человека происходит вот эта вот закупорка энергии и здесь большую роль играла не лечение с точки зрения воздействия на организм и поэтому медикаментозное лечение в китае было всегда очень мало развита а в основном воздействие психологическое это и медитативное воздействие воздействие прежде всего через занятия тсигун или правильно говорить найгун для древних практик и не случайно первая схема так называемый дауинтху то есть первая схема занятий тсигун появляется как минимум пока по крайней мере дошла до нас с третьего а возможно третьего века до нашей эры возможно она была и раньше она была найдена в раскопках которые гробницы которая прилижет второму веку до нашей эры таким образом или вот подводить итог китайская концепция медицины связана не с врачеванием болезней а с врачеванием духа то есть открытие духовных возможностей человека которые сам по себе эти возможности уже в дальнейшем начинают автоматически врачевать весь основной организм и в этом плане не случайно сегодня китайская концепция здоровья она присутствует прежде всего как создание комфортной ситуации для тела отсюда же рождается уже другое большое направление то что можно назвать китайским гедонизмом то есть получение максимального наслаждения от еды от рассуждений от например чтения книг от правильной позиции от хорошей мебели и так далее то есть все это и есть то что придает большую скажем больший объем здоровья для тела и вот в этом плане как раз европейская концепция здоровья то есть как излечивание болезней и поддержания бодрости тела она заметно отличается от китайской концепции которая все же где здоровье упирается прежде всего в шэньмин то есть духовное просветление которое и есть основа для того чтобы человек жил долго не умирая и и и Продолжение следует...